не забудь подписаться и тебя ждут самые мудрые и духовные книги лучших авторов и дикторов русского интернета каждый день а сейчас пристегивайся садись поудобнее и мы начинаем ощущение внутреннего тела из центра вы можете попробовать чувствовать ваши руки пока вы сидите здесь обеспокоены потому что все ваше внимание застоялось в голове у разом и разум должен чувствовать или беспокойство или тревогу и не абсолютную скуку сиди здесь так что если вы не можете выбраться из этого то идите в тело можете на самом деле начать просто с чувствования внутреннего энергетического поля в ваших руках и тогда да тогда есть живость она присутствует здесь вы можете чувствовать что есть руки не внешне но внутренне если вы закроете глаза и кто-то спросит вас ваша левая рука все еще здесь на мгновение вам потребуется можно сказать внутренне поискать и затем вы почувствуете что-то и вы скажете да но вопрос в том откуда как вы знаете что она все еще здесь потому что она ничего не касается вы и не двигаете и конечно вы будете знать это потому что вы можете это чувствовать я могу чувствовать ее энергию и это то откуда я могу знать что моя левая рука все еще здесь не воспоминание о том что она была здесь когда я последний раз смотрел тогда ваш ответ приходит из памяти да она все еще здесь я видел ее минуту назад и опять эти вещи кажутся для разума незначительными но они потрясающе значимые для того чтобы начать обитать в терь это забирает вас из обитания исключительно в разуме если вы можете чувствовать вашу левую руку или вашу правую руку то вы можете также чувствовать другие части вашего тела вам нужно просто начать откуда-нибудь это становится точкой входа в тело я говорю в особенности тем для всех вас но в особенности тем кто скучает когда находится вне своего разума но если бы вы скучали не находясь в своем разуме то с этим все было бы в порядке но для тех кто все еще скучаю своему не и чувствует беспокойство тем самым упуская суть этой встречи попадите войдите в свое тело войдите внутрь почувствуйте ноги стопы руки кисти если вы можете чувствовать одну руку то вы можете чувствовать и другую руку одновременно вы чувствуете хобби одновременно ощущение рук ступней вы можете чувствовать обе ступни также как вы чувствуете руки поначалу слегка некоторые люди ощущают почти что покалывание некоторые люди чувствуют тепло и затем можете ли вы чувствовать торс вашего тела живот иногда для того чтобы почувствовать живот живот очень полезен для того чтобы пребывать в этом можно сделать один глубокий цикл дыхания 23 цикла глубокого дыхания исследуя за дыханием своим вниманием ощущая свой живот или брюшную полость чувствуя как живот поднимается в то время как вы вдыхаете внутрь живота и на мгновение присутствует ощущение что живот полон и затем выдох таким образом глубокое дыхание во внутрь несколько циклов дыхание животом что значит что вы следуете за вашим дыханием это не только внешняя практика ее суть в том что вы своим вниманием следуете за дыханием и затем вы перемещаетесь внутри живота таким образом внимание оставляет голову и перемещается внутри тел вы вдыхаете внутрь живота и вы можете сказать что здесь находится центр вашего тела вокруг этого тоже но живот это прекрасный центр и когда мы вдохнули несколько раз внутри живота вы можете на самом деле почувствовать энергетическое поле живота здесь и вы отдыхаете здесь и оттуда излучается энергия в остальное тело хара центр как его называет японцы он здесь и вы можете заметить когда смотрите на изображение бота не только на изображение китайского толстого года большим животом который смеется все время потому что у него не осталось проблем беззубый старец с огромным животом чтобы вы не сказали когда вы придете к нему со своими проблемами он будет смеяться над вами но вы можете также заметить что индийские боды и другие вода из южной азии большинство из них имеет очень легкое выпячивание в области живота живот немножечко выпячивается только слегка они отдыхают здесь центр гравитации не в голове как это в случае с современными людьми западными особенно но весь мир стал западным так что центр гравитации находится не в голове центр гравитации находится в центре вашего физического воспринимаемого тела но он идет по ту сторону тела за его пределы так что вы отдыхаете здесь покойтесь и таким образом чувствовать это чувствовать это поле живости это прекрасно это выводит забирает вас из головы ваше внимание перемещается вниз сюда объединитесь со всепроникающей разумностью которые за пределами разума который обитает вашем теле она только выражение единой разумности этой разумности что живет вашем теле как энергия жизни что регулирует тысячи сложных функций сложных с точки зрения человеческого разума которая регулирует координирует тысячи функций в теле одновременно и все ровно в свое время если что-нибудь одно станет немного неурегулированным тело немедленно умрет вы разрушитесь температура сердцебиение легкие циркуляция неисчислимое количество вещей на которые вы можете потратить ближайшие пять тысяч лет анализируя их изучая как работает человеческое тело и вы все равно не приблизитесь концу всего этого и это только внешнее тело так что это работает разумность которая безбрежно если вы можете чувствовать ваше тело это точка входа в эту безбрежность и чем глубже вы идете если вы делаете это сами вы можете держать глаза закрытыми поначалу так вы знакомитесь жизнью в теле и осознаете в то время как идете глубже что это все на самом деле не отели это об ощущении этой безбрежной просторности пространственности которые находятся здесь безграничная просторность так что вы входите в просторность через ваше тело и затем все оживает как только ваше тело оживает и тогда вы открываете ваши глаза и оглядывайтесь без потери внутреннего ощущения тело тогда вы внезапно чувствуете что все более живое она разделяет это соучаствует в этом вы не заглушаете это больше ментальными абстракциями концепциями ярлыками она всегда была живым не могу это больше видеть не могу это больше чувствовать ощущать это больше я рекомендую каждому из вас потратить сколько-нибудь времени исходить на природу и побыть возможно выбрав что-то вроде дерева или цветка или клочка земли или пейзаж озеро может быть что угодно и не камень с растущим на нем ху прекрасный мох растущий на древних камнях и просто будьте там будьте с этим и в то время как вы смотрите ощущайте одновременно энергетическое поле внутреннего тела с этим ощущением легче смотреть без вмешательства ума иметь пространство спокойствия в то время как вы смотрите так вы присутствуете внутри и снаружи и вы смотрите оттуда внутреннее тело становится корнем тем что укореняет вас в настоящем моменте закрепляет вас помогает вам обосноваться в настоящем моменте и вводит вас из ума если затем разума снова начинает работать все что вы делаете все творческое что вы делаете вашей жизни станьте спокойными тихими сначала до действия до создания чего-либо нужно чтобы было спокойствие тишина безмолвие ничто креативное не может прийти из накопление разума разум может быть инструментом чтобы придать чему-либо форму но вдохновение креативный импульс приходит из более глубокого уровня он приходит и спокойствие безмолвие присутствие так что идите в тело и ощущайте это там вам больше не нужно думать и затем вы смотрите и затем в определенный момент мысль приходит или креативное движение появляется это может быть танец что угодно это может быть слово которое вы говорите слова которые выходят из вашего рта но они пришли из покоя безмолвие так что войти в контакт с этим это простой и красивый способ входа в сферу немышления и тогда мысли могут прекрасно действовать и они не будут создавать проблемы как они обычно делают потому что большинство проблем вашей жизни созданы мыслью в жизни есть только вызовы единственное место в котором может появиться вызов это настоящее отдельно от вызовов которые появляются настоящим нет никаких проблем за исключением тех что в голове сила встретить вызовы всегда здесь в настоящем но вы не можете встретить проблема лицом к лицу так как они нереальны всегда используйте в качестве критерия чтобы определить реально ли ваши проблемы вопрос спрашивая себя какая проблема у меня есть сейчас что я могу сделать с этим сейчас сейчас ничего я лежу в кровати сейчас четыре утра затем идите в тело хорошо это так приятно чувствовать себя живым я думал что у меня проблемы в девять часов утра когда вы входите в офис вы открываете дверь и там сидит этот человек о котором вы думали всю ночь кто создает вам проблемы его рот открывается слова выходят из его рта и вы вносите бдительное и внимательное присутствие в это вы смотрите и слушаете и затем слова исходят из вашего рта они больше не будут реактивными они будут откликом они старые реакции эти слова будут правдой они будут точно правильными для того момента и они не отрепетированы или никаких слов не приходят вы можете посмотреть на него и уйти никто не может угадать правильное действие в буддизме это иногда называется правильным действием правильной речью правильным тем правильным этим я забыл весь список не могу запоминать такие вещи но эти вещи они приходят из правильного присутствия вам нужно присутствовать в противном случае вы не сможете произвести или пытаться привнести правильные слова правильную речь правильное действие окей я так пытаюсь говорить правильные вещи я так сильно стараюсь делать правильные вещи и это не работает вы не можете пытаться делать все правильно потому что правильные вещи идут из определенного состояния сознания спонтанность интуиция осознание исходят из спокойствия безмолвия тишины так что в этом сдвиге мышление теряет свою способность делать вас несчастными мысли какое-то время еще возникают но они больше не настолько непреодолимы побольше не тотально у них и тогда возникает пространство способность не думать возникает когда не так много вещей о которых надо думать тогда жизнь будет гораздо более радостной если вы не интерпретируете этот момент если вы живете в сонастроенности с этим моментом большую часть времени то вы будете становиться все лучше и лучше в не интерпретирование этого момента позволение ему быть он есть и из этого состояния возникает необходимые действия или не возникает не обязательно что она должна возникнуть таким образом революционный сдвиг эволюционный и революционный сдвиг в людях в человеческом сознании этого идти в это измерение где принудительное мышление кончается компульсивное мышление заканчивается трансцендируете мысль и осознайте что вы более полно являетесь собой и более разумно и когда вы не думаете и и когда после приходит мысль она должна быть нужно она будет более эффективной более мощной более творческой так что вы здесь для того чтобы иметь возможность научиться входить в эту область это измерение великой силы сфера чистой осознанности и это не только слова которые указывают на это в то время как вы сидите она возникает нарождается потому что это измерение само по себе находится здесь в этом энергетическом поле этой встречи и это очень полезно даже если ваш разум говорит муки я на самом деле не понимаю о чем все это конечно он на самом деле не улавливает этого разум не может постичь суть этого так что самое полезное в этом собрании это энергетическое поле спокойствия или присутствия которое работает приходя изнутри вас но но также и здесь в этом общем поле это суть это то что мощнее всего работает то что трансформирует вас слова это дополнительная помощь дополнительные указатели еще не для того чтобы развлекать вас пока вы сидите здесь в энергетическом поле так что практикуйтесь и опять практика это неправильное слово потому что она подразумевает почти что некий вид усилий но это безусильно чистое смотрение чистое слушание осознавайте что когда вы вы не смотрели на что-либо в первый раз в этом присутствует пространство до того как происходит мышление как только вы начинаете осознавать пространство вы можете обнаружить что она расширяется о трудных родителях мой вопрос касается родителей я много лет практикую присутствие но не могу их по-настоящему полюбить и от этого у меня чувство вины при встрече у нас возникают большие проблемы вот мы в одной комнате даже если я стараюсь осознавать дыхание внутреннее тело через некоторое время тело более атакует меня триггером являются их слова или не могу сказать во время встречи все идет хорошо но вот мама выходит из комнаты я падаю без сил я не знаю что это да немецкие родители могут быть трудными я знаю американские тоже и так на каком-то уровне вы не принимаете родителей хотя умом вы соглашаетесь с тем кто они есть принимаете их ограниченный образ действий и еще есть тело боли внутри вас это она так реагирует к тому же ментальное приятие родителей тоже может быть неполным их поведение манеры речи не потому что они такие это из-за их обусловленности прошлом ментальная и эмоциональная обусловленность так говорит через них они ничего не могут поделать в недостатке присутствия каждый человек контролируем своими ментальными и эмоциональными установками родители ничего не могут с этим сделать они страдают от этой дисфункции от идентификации с бессознательными установками не только я называю это дисфункцией такое древнее учение как дзен часто называет это состояние ментального расстройства дзенские учителя указывает на необходимость увеличить ум суть за нас состоит в избавлении от ментальной дисфункции когда вы сидите вместе постоянно помните что то что вы видите это не родители вы наблюдаете форма их ментальной обусловленности в глубине бытия иногда получается воспринять проблеск его моя мать была сильно отождествлена со своим умом порой я видел ее глазах проблески ясности когда она прекращала безостановочно говорить другими словами когда ум брал передышку и на короткое время она видела как бытие свете сквозь нее есть несколько фотографий на которых видно как светит ее бытие затем все заслонялось снова возникали подозрения недовольство обвинения в общем все что ассоциируется с бессознательным мышлением и так вы должны быть достаточно присутствующими чтобы не забывать что то что вы видите это не родители вы наблюдаете их обусловленность прошлом приходят эмоции это ваше прошлое живущие вас ваше детство все что родители сделали для вас или не сделали но они не могли по другому у них не было достаточного присутствия чтобы что-либо изменить это вам следует принять когда вы принимаете вы принимаете свои чувства в этот момент вы можете их никак не означивать вы не знаете что это печаль злость подавленность или смесь всего вместе вы хотите этого избежать рождается внутренний зажим чтобы это не было не нужно анализировать просто чувствуйте единое энергетическое поле всего вместе не обязательно она будет приятным это ваше прошлое вы наблюдаете прошлое в них как она проявляет себя и затем переживаете прошлое в себе что делать с этими двумя прошлыми у них и в себе только присутствия может растворить прошлое впустите силу присутствия как это сделать быстрый способ в подобной ситуации это приятие всего чтобы не происходило вовне и внутри себя в данный момент примите что вы чувствуете примите что они говорят или делают примите внешние внутренние потому что это уже происходит вы либо принимаете либо страдаете если не принимаете страдаете больше если не хотите чувствовать то что чувствуете страдание возрастает так как вы сопротивляетесь иногда я описываю приятие так поле эмоции начинает страдать приятие означает что вы говорите хорошо да я чувствую тот этот приятие даже не нужно словесно называть чтобы видеть то что есть и быть с этим возникает небольшое пространство вокруг неприятной эмоции это пространство рождается из вашего приятия приятие дает это пространство появляется крошечная свобода немного внутреннего пространства когда вы говорите да так есть красота в том что вы даете пространство родителям быть вовне и себе вы даете пространство внутренне вы чувствуете себя немного лучше чем прежде потому что возникло пространство вокруг эмоций вы идете дальше вы продолжаете принимать все больше и больше пространство растет странный феномен неприятные эмоции существует так сказать в пространстве вы осознаете то кто вы есть это пространство вы позволяете эмоциям быть в этом пространстве и вы позволяете родителям быть тоже говорить что они говорят делать что они делают они воспроизводят свое прошлое приятие приносит пространство пространство это трансцендированная обусловленность пространство это трансцендированное прошлое проход переход за персону пространство это свобода такова практика самые лучшие поле для практики родители конечно есть много других мест для тренинга но супер мастерства вы достигнете когда начнет получаться с родителями нечто вроде выпускного экзамена название мастер присутствия не прыгайте с головой в ситуацию не говорите себе так следующей неделе я целиком проведу с родителями и это слишком много начните с небольшого периода скажите им я приеду на кофе с пирожными или что-нибудь в этом роде моя мама любила их делать я приеду на кофе и останусь у вас на часок я не знаю что вы скажете назначьте себе один час присутствия вы будете знать что вам предстоит продержаться один час и это ваша духовная практика свои книги я цитирую рам даса если вы считаете себя просветленным поживите пару недель со своими родителями две недели ваш выпускной тест и так удачной вам практике спасибо является сексуальная жизнь препятствием для духовного развития мой вопрос касается секса несколько раз я слышала из автобиографии йогов например парамаханса и гананда свои замечательные книги духовный учитель очень логично объясняет все что касается символов ветхого завета и согласно ему змея является нервом проходящего вдоль позвоночника и активирующим сексуальную сферу а запретный плод это секс и человек вкусивший его становится падшим теряет разум и скатывается на уровень животного мой вопрос такой как вы считаете если кто-либо стремится достичь высокого уровня сексуальная жизнь действительно является препятствием на пути духовного развития во многих случаях секс препятствия для пробуждения сознания но в своей сути он не препятствие и вовсе не должен быть таковым его следует трансцендировать это значит что вам не надо подавлять сексуальное влечение но чем выше становится ваша духовность тем больше она теряет свою значимость вы трансцендируете секс и секс вместо того чтобы изничтожать его я бы не рекомендовал изымать секса своей жизни за исключением отдельных редких индивидуумов для которых это правильно и так трансцендирование вместо изничтожения моя трактовка несколько отличается от библейской но для меня падение человека начинается в момент его идентификации с умом вкушение от древа познания добра и зла вместе с умением различать рождается концептуальное мышление но возможно конечно и другие интерпретации я считаю что большинство людей не следует подавлять или пренебрекать своей сексуальностью лучше ее принять и привносить туда осознанность и таким образом преодолевать свою зависимость однако есть люди для которых потребность в сексе отпадает сама собой не получится ли так что человек станет чувствовать себя хуже в нашей коммуне в отношениях между мужчиной и женщиной таких красивых до этого что-то нарушилась после той информации из автобиографии йога да и йогананда следует древней аскетической традиции но в жизни для всего есть свое место для большинства западных людей да и для восточных я полагаю тоже больше подходит осознанность чем уничтожение поскольку сексуальность очень глубоко встроена в природу человеческого организма практикуйте пробужденность сознания и не скатывайтесь в бессознательность спасибо я могу наблюдать ум но я не чувствую присутствие когда я задаю вопрос какая следующая мысль возникнет в моем уме и бдительно жду я могу наблюдать ум около трех минут я упоминал это где-то в книге если вы подобной кошки наблюдающие за машиной норой хорошо давайте посмотрим какая следующая мысль придет мне на ум и затем вы становитесь очень бдительно потому что кошка должна поймать мышь которая может внезапно выскочить из машины норы поэтому кошка конечно же очень бдительно когда она смотрит за машиной норой кошка становится может сидеть в течение получаса так что когда вы бдительное я говорил себя настоящего вы можете обнаружить что следующая мысль не возникает потому что вы просто слишком бдительны для возникновения мышления давайте посмотрим смогу ли я поймать следующую мысль и она не приходит убедитесь что вы не напрягаетесь при этом в этом нет напряжение просто внимание но не напряжение это интересный вопрос здесь говорится когда я задаю вопрос какая следующая мысль возникнет в моем уме и бдительно жду я могу наблюдать он около трех минут это на самом деле не наблюдение ума потому что ум утихает однако я не чувствую присутствие здесь говорится и снова та же ошибка полагание что присутствие это некий объект который возникает который вы начинаете осознавать присутствие осознавать присутствие есть осознание так что эти три минуты есть присутствие и ваш ум говорит вам что вы все еще должны его искать вот один из присланных вопросов проголосованных вами многие хотели бы узнать на него ответ включая меня когда мы так сказать безусловно любим всех то как решить кто должен стать моим партнером основана ли это на физическом увлечении не вступит ли это в противоречие с более высокими уровнями сознания итак если вы любите всех без предварительных условий то как решить кто будет вашим партнером таков вопрос казалось бы в этом случае не должны возникать предпочтений однако физическое увлечение может вступить в противоречие с высшими проявлениями сознания не обусловленная любовь к человеку ко всем формам жизни что это такое что это такое безусловная любовь вы любите не физическую форму не личность не персона любой без предварительных условий идет глубже она трансцендирует эти уровни вы любите не формы а их не имеющую формы сущность когда мы достаточно безмолвные и присутствующие вы внутри себя воспринимаете это бесформенное измерение вы любите это и отсюда смотрите на другого человека вы чувствуете то же самое в нем вы распознаете сознание за не мы лучшего слова назовем это так который есть суть другого человека также как и ваша сущность то кто вы есть сознание первично по отношению ко всем формам форма возникает из него в том числе и личность и физическое тело для всех существ сознание первично по отношению к их конкретному формам сознание облекается реинкарнирует так сказать в них но это не значит что без форма и безвременная куда-то исчезает она всегда здесь в качестве глубинной сущность если благодаря безмолвию присутствия вы чувствуете эту сущность в себе вы можете воспринимать то же самое и в других это любовь распознавание что в своей глубине вы и другое одно таков трансцендентный уровень в каждом человеке в добавлении к этому уровню у каждого есть идентификации с формой у каждого есть физическое тело эмоции мысли это его персона внешний вид плюс эмоциональная и ментальная обусловленность сформированное обстоятельства безусловная любовь ко всем людям это трансцендентная любовь вы любите не имеющие формы вы признаете бесформная заподлинная другого человека но вы все еще форма и форма реагирует на форму привлекательность на физическом уровне по своей силе может не уступать трансцендентному осознаванию древние не очень древние традиции говорят что это вполне соизмеримые по силе воздействия вещи привлекательность физического тела вам могут также нравиться ментальная и эмоциональная форма конкретного человека потому что они резонируют с вашими собственными мыслями и эмоциями все это означает что вас может либо ментально либо эмоционально либо физически влечь к этому человеку потому что вы срезонируете с ним возникают взаимоотношения задействуются различные уровни на трансцендентное остается она может быть заслонено чрезмерным притяжением восприятие сущностной идентификации как я ее иногда называю теряет отчетливость такое бывает когда активизируется тело боли или когда вы отождествляетесь с эмоциями и утрачиваете связь с трансцендентным да все бывает отношении с другим человеком представляют собой вызов поддерживать баланс между тем и другим сохранять связь с трансцендентным и в то же время поскольку все еще здесь взаимодействовать на эмоциональном и физическом уровне без трансцендентного уровня взаимоотношения не будут удовлетворительными они не будут подлинными они не продлятся долго если абсолютно отсутствует взаимосвязь на трансцендентном уровне физической привлекательности или обаяние личности недостаточно какое-то время отношений будут существовать но скоро возникнет фрустрация вы начнете замечать все больше и больше недостатков в другом человеке а другой будет их обнаруживать у вас они всегда с вами у каждого есть свои несовершенства в совместной жизни они становятся очевидными но если есть осознание трансцендентного измерения то наши ограничения проявляя себя в этом обширном пространстве не будут такими разрушительными для взаимоотношений проще безусловно любить человека которого вы не знаете чем того с кем вас связывает общее прошлое потому что прошлое представляет собой набор отождествления этого человека они обладают властью над ним над его умом над его взаимодействием с мир очень большим вызовом вашему присутствию является совместное пребывание с членами семьи родители повзрослевшие дети многие знают рекомендацию рам даса если вы думаете что вы просветленной в качестве теста поживите пару недель со своими родителями это проявит реально ли вы тот кем вы себе считаете две недели с родителями хороший тест если конечно ваши родители не являются просветленными в этом случае тест не сработает и это еще не все задавайте вопросы наши эксперты и постоянные зрители стараются отвечать на все комментарии также проверьте не забыли ли подписаться и поставить колокольчик чтобы получать оповещение о новых аудиокнигах и других полезных для саморазвития материалах которые выходят у нас каждый день присоединяйтесь дискуссиям не забывайте про лайки по возможности вдохновению поддерживайте понравившихся авторов и развития канала материально все ссылки как всегда будут в описании и первом комментарии всем добра любви и мудрости а сейчас переходите к просмотру следующей части данного видео по ссылкам ниже или выбирайте среди тех которые увидите перед собой на экране а и Субтитры сделал DimaTorzok